Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всякого блага, радости, счастья, любви, добра, терпения, мира, кротости, души ваши, сердца ваши, семьи ваши, во вся сфера жизни вашей. Сегодня поговорим о помыслах, я об этом много раз говорил. Момент, кстати, очень важный, знаете, почему я о них, о всех говорю, вы прекрасно понимаете, потому что это касается жизни человека, его святости или греховности. Отсюда, к сожалению, все вот эти заблуждения, это, кстати, дает, если вот эти оковы разбить и разрушить эти лжи и учения, конечно же, многие люди освобождаются. Если же нет, то у многих сект, таких как православие, католицизм, протестантизм, появляются рычаги манипуляций человеком, да. Что ортодоксия в лице православия с католицизмом, что протестантизм во всех его проявлениях, они все утверждают одно. Человек, ты грешен, ты грешник, ты не можешь никогда своими силами достичь святой жизни, ты просто априори грешник и все время согрешаешь. Вообще, Евангелие, заповеди Иисуса, пример его жизни, его учения, его слова, его призывы стать совершенным, не поверив в него, а через дела любви трудиться, через дела радования жизни, мира, а не ненависти, кротости, смирения, а не тщеславие и гордыня. Да, это все оставь, это Иисус сам делал, сам жил, сам учил, но это вас не касается. Вы грешники, будьте вы пытаться, вся ваша праведность как нечистая одежда, не одел, чтобы не хвалился, ты супер грешник, Господи, помяни меня во царстве твоем, да. Как там, мытарь, да, молился, Господи, помилуй, Иисусова молитва, и все, вот все вам будут эту лапшу на уши вешать, типа быть святым действительно, потому что ты так хочешь быть, потому что ты творишь действительно дела своих желаний. Потому что ты ребенок Божий, не потому что ты поверил в Иисуса, а потому что ты любишь людей, ты стремишься быть совершенным. Достаточно одной вот этой фразы из Нагорной проповеди Иисуса, не фразы, а, так скажем, его этой мысли о том, что вам сказано, любите ближнего твоего, причем это единоверца, гладящего тебе по головке, и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, как? Молитесь за них, то есть желайте благо даже врагу, благотворите и благословляйте, то есть у нас вся жизнь наша проявляется в делах рук и ног и в словах. И тогда, он говорит, будете детьми Божьими, ибо Он такой же. Вы знаете, сколько с протестантами говорю, бесполезно понять это, и с православными. Ты ребенок Божий, не потому что ты поверил в Иисуса. А если ты будешь любить, ибо и Он, Иисус говорит, Отец ваш Небесный такой, Он благотворит добрым и злым, праведным и неправедным, и говорит, и так будьте. Иисус не сказал, что будете. Иисус призывает делать так, чтобы быть совершенными и стать Детем Божьим. Потому что, если ты любишь, ты такой же, как Он, значит, ты по праву являешься Богом и Детем Бога Всевышнего. Но это бесполезно с кем-то говорить, я уже понял. Я вот так говорю на камеру. Может, до кого-то дойдет, конечно. И люди начнут действительно творить добрые дела, учиться любить, учиться радоваться жизни при всех испытаниях. Вот именно любить при всех испытаниях никогда тебе только по головке ладит. Хранить мир, даже когда вокруг ад тебя окружает, тебя обижают и прочее. Быть кротким, а не тщеславиться. Быть смиренным, а не превозноситься. И всему этому ты учишься в испытаниях жизни, которые Господь нам всем посылает, на самом деле. Действительно, чтобы мы испытаны были огнем. Чтобы мы познали всю вот эту вот вкус этой поражения и побед. Для многих, для 99, я уже понял, процентов бесполезно об этом говорить. Кто по вере спасен, кто поплакал под полотенчиком у батюшки, и у них все в порядке. До святой жизни им дела нет. От того, что я каким-то образом грешник, но я буду в Царстве Небесном. Они не хотят задаться этим вопросом. То, что он реально признает грех грехом, говорит, да, я вот согрешил. Ну, ничего, я все равно там буду. Ты нигде там не будешь. Внутри тебя грешник. И когда он явится, ты обманешься, как Иисус. И тоже, говорю, не обманывайтесь. Вот эту картиночку я частенько тоже показывал. По поводу помыслов. О природе человека обязательно надо сказать. Я о ней не раз говорил. У меня много роликов. Можете посмотреть. Есть плейлист отдельный о Боге-человеке, природе Бога. Ну, все, что связано с Богом, с человеком. Как образом подобие. На сайте, на канале, на моем, найдите, если интересно. Там я о разных всех тех вещах бытия говорю. Ну, кратко скажу и сейчас. Есть человек. У нее есть природа. Вот самый человек, я, вот личность. Вот я, который сам себя осознаю. Который осознает этот мир. Который делаю выбор. Рассуждая о том, что у меня происходит. Кстати, на предмет, естественно, добра и зла. Греха и праведности. Вот это мой выбор. Это и есть я. Я это личность. Это я. Это моя свобода. Свобода выбора. Вот совокупность моих выборов. Это и есть я. Это и есть тот мешочек. Та копилочка. Тот сундучок с небесными сокровищами. Которым Иисус говорил. Который внутрь меня есть. Это то, что я выбираю каждую секунду своей жизни. Между добром и злом. Вот и все. И вот это я стоит даже выше самой природы. Как бы меня. Вот эти мысли, которые во мне рождаются. Это еще не грех. Это еще не я. Человек выше, так скажем, мысли. Сама сущность его. Вот эта его личность. Она выше всего этого. Более того. Так как мы весь мир за нас. Вся земля проклята за первое грех падения. Вот эта вот кожаная риза, которая на меня одета. Так как духовный мир теперь закрыт от меня. То, что мне еще шепчут вот сюда, сюда, как хотите, в умное сердце, из которого вот эти помыслы выходят. Это еще не я. Это еще не грех. От того, что я внутри себя слышу голос Бога и голос сатаны. Я выбираю. Вот я убить могу? Могу. Что мне мешает? У меня силы есть, здоровье есть. Что? Я убью когда-нибудь? Нет. На данный момент своей жизни я никогда никого не убью. Мысли ко мне такие частые. Все говорят, ой, да и что же эти же мысли постоянно приходят. Слушайте. Ну, Господь нам дал вкусить небесного царства. Даже здесь дают вкушать. Вот так как это, вот действительно, вы подумайте, а ведь многим чужда даже эта мысль, да? Как убить? Она что, тебе постоянно приходит? Нет. Это вот я только заговорил о ней. Но это мне настолько чуждо, что эта мысль вообще меня практически никогда не посещает. Конечно, нас ждет прекрасное будущее, так скажем, любого человека. А в первую очередь христиан, потому что они воскреснут в первое воскресенье, да? Конечно же, эти мысли, они многие... Все уйдет, природа изменит. Человек, ты настолько будешь... Тебе грех будет отвратителен, что природа, конечно же, тоже меняется. Ведь эта мысль даже, вот когда мне мысль приходит убить кого-то, вот о которой сейчас я в прямом смысле с вами говорю, да? Вот убить, я же могу убить. Вот сейчас пришла мне мысль, слушай, я же могу как в преступлении, наказании задумываться, как главный геор, могу ли я эту бабушку убить? Или я тварь дрожащая, блоха? Могу. Тварь я дрожащая или могу? Могу. Почему нет? Что мне мешает? Да, любовь к человеку, моя природа, в принципе. И вы знаете, я когда даже об этом думаю, я ни капельки не оскверняюсь. Господь сказал, то, что из сердца твое исходит, то есть пожелание, сердце это желание, помыслы это вот именно мысль, это мой выбор. Если это вышло из тебя, а это лишь внутри меня, так скажем. Ибо из помысла выходит, Иисус говорит, а это пока не выходит. Вот мне пришла эта мысль, мне уже даже не важно, это часть моей природы, это ум, кто знает, ум он все время рождает мысли. Он как вечный двигатель какой-то, бум, бум от него, бум, бум, мысли расходятся. Человек не эти мысли, человек то, что выбирает между этими мыслями. И более того, говорю, так как закрыт духовный мир, может это вообще даже не моего ума мысли, а вот вот этого, вот у вас на картиночке есть. Может это вообще он мне нашептывает. Ну и что? Я разве согрешил? Нет. Да мне противна сама мысль об убийстве, я вообще не представляю, как можно убить человека. Тем более сознательно. Ладно, случайно, вон, есть несчастные случаи на производстве, у кого-то что-то упало, там, человек после этого нормально и то себе места не находит. А сознательно убить? Да мне, я прекрасно знаю, что это даже не мои мысли, я вот говорю об этом, а мне ни капельки неплох от этого, я ни греховней не становлюсь. Я спокойно об этом говорю, потому что это зло. Я и называю это злом. И говорю, что это зло. И каждому говорю. Вот именно у кого, если приходит мысль, ему она нравится, надо сказать, слушай, задумайся, кто-то есть. Кто знает, я, конечно, в свое время много перечитывал и ортодоксальной литературы. Ну и там были здравые, конечно, люди. Ну, как относительно здоровые. Которые вот именно говорили, что вот эти вот помыслы, прилоги, там разные формулировки, как всегда, это можно сейчас спорить и понять их. Но смысл понятен. Вот эта первая мысль, которую я как личность чувствую, что я ее начинаю анализировать, значит, вот то, что кто ее начинает анализировать, это как раз я. А вот эта сама мысль, это еще, это не я. Я ее анализировать начинаю, вот это я. Потому что я начинаю задумываться над добром и злом. И это именно я, Бог, свобода. Вот эти вот мысли, а не грех? Да нет, конечно. Просто следующий ролик, кто, конечно, меня последует, слушает, уверен, всегда более все интересно и понятно. Следующий ролик я, в принципе, на канале Христалю Библии, чтение Писания уже записал. На Матфея, пятая глава, кто помнит, где о разводе, о прелюбодеянии, и многие почему-то это притягивают еще и к блуду холостых людей, что всякий, кто в мысли своей с вожделением посмотрел на женщину, уже и прелюбодействовал с ней в сердце своем. И все. И, кстати, именно этими стихами религиозники и тычут своих адептов, и протестанты в том числе, чтобы их держать на кукане, на крючке. И, естественно, ортодоксия, это прям железно. Ты что, не думаешь, блудные мысли тебя не посещают? Ну и что? Мысли у меня разные в голове. Кто сказал, что я грешен? Разве Иисус давал заповеди, которые нельзя исполнить? Хорошо, если это так, и вы, тогда вы должны руки-ноги, там написано руки-ноги отрубить и глаза себе выдрать. Вы почему нарушаете Иисусовые заповеди? Не можешь ничего сделать, чтобы мысли не приходили, а типа кто-то может там рассказывать про святых, которые что-то там с ним случилось, и вдруг они так мыслить перестали. Хорошо, ты пока не делаешь, ты должен исполнить то, что сказал Иисус. Он сказал, если грех тебя влечет, то вот это вот сделай. Почему вы не делаете? Вы вообще по Евангелию не живете. Но на эту тему мы сегодня оставим. Это уже вот именно частная, действительно конкретная заповедь, конкретное действие. Мы о ней поговорим в следующем ролике. А сегодня я хочу просто общую тему дозвучить. В принципе, она продолжение прошлого ролика, кто слушал, где я говорил вот то, что в общем тоже надо разобраться вот именно, что такое грехи и что такое нет. Потому что когда вы в этом разберетесь, вы поймете, что вам никто не нужен для того, чтобы быть святым. Никакая секта, ни православные, ни католики, ни протестанты. Вам нужно чистое сердце. Естественно, возникшая благодарность Богу за то, что вообще в современном мире мы живем, в мире цифровых технологий, в мире образования, что у каждого у нас есть Евангелие. Мы еще свои чистое сердце, которому всячески желаем святости через дела любви и радости мира, созидаем внутреннего своего человека. У нас еще есть где назидаться из примера Бога, явившегося во плоти. Как люди недооценивают это событие. Читают все, что угодно, в ветхое с новым сшили. Цитируют все подряд из Библии, не зная ни откуда это, никому, никакая предпосылка. Все, это, а как же это слово, и меня тычут этими стихами, а вот этот стих, а вот этот. Да ты хоть знаешь, откуда ты его вырвал-то, ты хоть знаешь, о чем там вообще речь идет. Кто это сказал, какой жизнью он жил, да его слова ничего не стоят. По поводу сегодня помыслов я вам приведу три библейских примера. Надеюсь, они вас утвердят. Прямыми словами текста мы поговорили. Я вам приведу три примера из Библии. Первый. Куда надо смотреть? В книгу «Бытие» в первой главе. Бог творит, как всегда говорю, там максимальная истина, так же, как и в Евангелии. Почему не говорю стопроцентная? Потому что все это написали люди, переписывали люди, переводили люди. Любой перевод – это толкование, и пошло-поехало. Поэтому о стопроцентной истинности речи быть не может, но она там максимальная. И вот мы видим, Бог творит человека. Что он ему говорит? Кстати, ни Адама, ни Еву, ни женщину с мужчиной он творит, а человека. Там так написано. И этому одному пока еще человеку он какую заповедь дает? А в его лице всему человечеству будущему. Не вкушай плодов с древа познания добра и зла. Не вкушать. Он не говорил, не прикасайся. И уже когда Господь делит человека на мужчину и женщину, причем, он не из мужчины сделал женщину, а из человека сделал мужчину и женщину. Одновременно эти события произошли одновременно. Поэтому мужчина и женщина у нас одинаковы по природе. Не зря это равенство сидит во всем человечестве. Кто-то за него, конечно, не теми методами борется, но это так. А где притягивают стихи, что Адам господствует над Евой, так при этом написано, что человек отлепится от жены, от матери, отца и прилепится к жене. А прилепляется что к кому? К чему? Первое к второстепенному или второстепенное к первому? Господь как красиво все уравнял. Да, Адам господствует мужчина над женщиной, но при этом мужчина прилепляется к жене своей. Они равные. Но сегодня тоже не об этом. Ролик о сотворении человека, мужчины и женщины вы должны были посмотреть. Если нет, найдите у меня на канале. Я его только недавно записал. Так и называется. Сотворение человека. Можете в поисковике на канале на ютубе найти. Господь что говорит? И уже Ева прибавляет и начинает там извращать заповеди Божьи. Вот к чему это ведет. До сих пор все религии все извращают. Грех называют праведным. Бог покрыл тебя своей благодатью. Бог никакие грехи не покрывает своей благодатью. Каждый пожинает то, что он сеет. Вот и все. Кстати, даже после покаяния мы все это знаем. Мы школу жизни потом проходим. Давид тоже покаялся и получил должное возмездие своих грибов. Простил. Да, простил. И начал воспитывать. Адам с Евой. Бог простил их? Конечно, простил. И начал их учить. Ева уже говорит, когда беседует со змеем, с сатаной. Бог нам сказал, что не прикасаться и не вкушать. Разве Бог говорил тебе не прикасаться? Вы знаете, мне очень нравится говорящая картинка, по сути, получается, когда рисуют именно сатану в виде змея именно на дереве. Причем именно на яблоке. Знаете, он либо его держит там как-нибудь, либо вокруг него обвит это яблоко. Очень показательно. Я всем говорю, посмотрите. Сатана так и и говорил, отвечал. Но это я уже за кадром говорю. Смотри, я вешу на этом дереве и на этих плодах. И ничего, и не помираю. Врет Господь. Вот мы сами придумываемся заповеди, к сожалению, сами обманываемся. Да? И не достигаем поэтому ничего. Поэтому прикасаться нам можно. Эти мысли, которые в нас, где же они еще ближе нас, вот они нас коснулись, внутри рождаются, либо от ума эти мысли, либо сатана их вкладывает. Это еще не грех. Грех, когда ты согласишься с этим. Когда ты захочешь то, что тебе предложили. Что из природы. Это же Господь создал тум. Он испытывает тебя. Бог дает тебе выбор, а ты выбираешь, так или не так. Бог творит зло? Нет. Бог нас воспитывает. У нас есть школа жизни. Мы люди, познающие мир, добро и зло и прочие вещи. Второй пример. Адам с Евой рожают Каина, кто знает, да? Авеля. Что делает Каин? После там неких событий, жертвоприношения, о котором Бог их даже не просил. Но Бог из любого зла пытается что-то сделать доброе. Видя, конечно, хоть Авель ничего хорошего не сделал, убив бедных. Беззащитное животное. Но Бог презирает на жертву Авеля, на жертву Каина, видя его сердце. Не презирает, потому что даже это он сделал без желания. Что возникает в сердце Каина? Бог, что ли, ему эту зависть поселил? Нет. Он сам позавидовал и решил убить брата. Когда он идет убивать, что ему говорит Господь? Ты, когда идешь на доброе дело, разве голова твоя поникша к земле? Разве не смотришь ты наверх с поднятой головой? Он говорит ему. Причем, заметьте, он уже идет убивать. Он уже согласился с этой даже мыслью. Но пока человек не совершил дело, Господь сказал, что все мы будем судиться по делам. И вот он идет убивать Авеля. И Господь говорит с ним, хотя грех, он уже согласился в его сердце. И Бог все равно говорит с ним. Причем, заметьте, Бог с ним говорит не совесть. Бог напрямую говорит с человеком, идущим творить страшный грех, убивать собственного брата. Господь ему говорит, даже когда он идет убивать, что этот грех лежит лишь при дверях. Казалось бы, он уже внутри него. Но так как грех еще не совершен в действии, да, к нему пришла эта мысль, да, сатана наверняка там тоже свои пять копеечек вкрутил, да, он согласился, но ты еще можешь измениться. Да, ты прикоснулся, но ты не вкушай, не делай этого. И Господь всячески пытается Каина остановить. Оказывается, даже наше соглашение с мыслью, со злою мыслью, желанием ее, пришла мысль убить, ограбить, и я иду грабить. Я уже надел перчатки, я уже взял маску, я уже выбрал жертву, там, квартиру, дом, или если это разбой, да, человека. И иду. И заметьте, Бог все равно говорит со мной. Он говорит, не делай этого. Оказывается, грех только при дверях еще, а Бог внутри меня. Бог еще борется, так скажем, за меня, да. Так мысли греховны сами по себе. Оказывается, даже мое желание, и то еще, всегда есть путь вернуться назад. Ты еще не сделал, ты еще не вкусил греха, ты не совершил. Когда Каин убил Афеля, как он мог его вернуть к жизни? Никак, все, он совершил грех, причем невозвратный поступок. Но на самом деле, любой грех, в принципе, как бы невозвратный. Вот вы обидели человека, как, говорит, слово вылетело, слово не воробей, вылетело не поймаешь, да. Даже воробья, Господь пословится, говорит, птицу можно поймать. А как ты, слово, все, оно ранило человека, оно долетело, и по сердцу его рубануло, оставило шрам на сердце. Что делать? Вот живой вам пример. И третий пример. И когда уже он убил, конечно же, он вкусил этот грех. И третий пример. Возьмем Иуда из евангельских. Чтобы у нас так. И из Рая был пример, и из Ветхого Завета, как Каин, и из Нового Завета. Иуда. Вспомните. Вспомните сами слова, как написаны в Евангелии. Очень важно всегда в Евангелии вчитываться во все слова. Не важно, как я говорю, что они нам написаны людьми, переписаны. Надо вчитаться и вдумать. Потому что если это истина, ты ее узнаешь. Если там где-то есть искажение, ты им задашь вопрос, почему так, если у меня сердце не на место. И вот мы читаем, но в суть-то надо, конечно, вникать. Мы читаем, что написано про Иуду. Сатана вошел в него, нам автор пишет. И он пошел договариваться с первосвященником и сказал, что вы дадите мне, я предам его. Он и пожелал этого, и сделал дело. Поэтому сатана уже был в нем. Как бы, да? То есть мы прям читаем сатана, то есть дух нечистый. И он сделал дело. Так что мы дальше читаем? Он договорился с ними. А при этом, когда мы читаем дальше Евангелие, он же договаривается до этого прощального ужина, как ее называют, трапезы, тайная вечеря, прощальный ужин обычный. Они сидят, и Иоанн Богослов нам пишет, что когда Иуда уже вложил в сердце Иуде, когда сатана уже вложил в сердце Иуде предать Господа, так он же уже в нем, как, что ему еще вкладывать? Да, сатана на тот вошел, вошел и вышел. Да, он сделал тот грех, он уже пошел договариваться, но он мог обмануть и передумать. Да, договорился, что они дадут ему 30 сребреников, и он предаст их. Да. Но он вернулся, потом он договорился, поговорил, договорился, сошлись на цене, сделку заключили. Да, это грех, сатана был в нем, да. Мы видим, сатана его оставляет, потому что Иоанн Богослов пишет, что на прощальном ужине сатана только вкладывает ему в сердце. У него еще есть шанс опомниться. И мы прекрасно с вами помним, что Иисус пытается на прощальном ужине всем объяснить, что все, кто разбежится, чтобы они не разбегались, потому что он говорит, что вы разбежитесь. Петру, которую предаст, он говорит, чтобы не предал его, пытается его всячески утвердить в этом. Иуде, которую предаст, он всячески пытается говорить, что не делай этого, не делай. Я же знаю, что это ты даже. Всеми этими речами, которые Господь на прощальном ужине, он всех пытается к чему? К добру склонить, к истине, к любви. Вы любите меня, вы со мной, вы мои ученики, мы одна команда, не бросайте меня. Ты главный командир Петр, так будь сильным. Ну, все, конечно же, и кричат, и божатся. Иуда говорил, что это не он ли. И эти все говорили, что мы не разбежимся, не оставим тебя, не предадим. Петр говорит, я и на смерть с тобой пойду. И все, как написано, начинают говорить так же. И что мы видим, все обратное. Но Иисус пытается их. В них есть уже сатана? Нет. Они согрешили, еще пока нет. Петр согрешил, что, прямо на прощальном ужине? Да нет, он на прощальном ужине, наоборот, высказывает помыслы сердца своего. Нет, я никогда, я даже на смерть с тобой пойду. Когда они согрешают? Когда согрешил Иуда? Когда опять пошел? Пошел и решил предавать все-таки. Тогда он согрешил. А до этого сатана только вложил в его сердце это сделать. Он может отвергнуть это. Это еще не грех. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Я говорю, отдельно на следующее видео хочу записать, посвященное Матфею, что всякие с вожделением смотрящие уже прелюбодействуют в сердце свое. Я, в принципе, на Христолюбе записал. Естественно, мы там последовательно читаем. Но мне хочется, не все там же смотрят. Кто-то здесь нравится смотреть. Мы, конечно же, возьмем текст. В любом случае. Но я уже, я и там достаточно в свободной форме говорил. Ну и здесь так же. Мы поговорим грехи. Многие терзают с этим грехом. Многие чувствуют себя виноватым. Поэтому действительно верят в эту ахинею. Что Бог покрывает их не грехи. Бог никакие грехи никому не покрывает. Если ты грешник, ты грешник. Только вопрос, грешник ты или нет, действительно. Если ты сам не поймешь, как это вообще возможно. От этого, казалось бы, нельзя избавиться. Вот мы будем в этих вещах разбираться. Жизнь это наша, это наши выборы. Еще вот именно оттуда, от рая. Бог не сказал, что, а, змей вас раз искусил. Все, я его убираю, чтобы он вас не трогал. Нет, оставил его. Более того, сказал, что так будет до конца времен. Он будет жалить вас в пяту, но вы в пятки, в ноги. Но вы в стопы. Поражайте его в голову. Вот ты приткни эту мысль. Выкинь ее сразу и все. Ты увидел красивую женщину. Ну и что, что у тебя возникла мысль, какая она красотка. А может, даже какая-то сексуальная фантазия пролетела. Это же не говорит о том, что ты грешен. Грешен будешь, если у тебя дома жена любящая. И ты думаешь уже как бы к ней подкатить. К этой мадам, которую ты встретил на улице. Вот это уже. И то это еще не грех. Но если ты начнешь развивать это, ты согрешишь. Ты думаешь, ну да, мысль уже о телефончике, уже действительно печально, что у тебя возникает. Но это опять же мысль только. Если ты сразу развернулся и дальше, и идешь от нее, через пять минут она не забудешь. А дома тебя ждет любимая жена. Но об этом в следующий раз я расхожусь. Да, это так, для затравочки. Мы уже конкретно почитаем точное текста Евангелия и поговорим. Поэтому, конечно, какую хочу мысль сказать. Разберитесь, как я и в прошлом ролике говорил, что такое настоящие грехи. Читайте Евангелие, вникайте в слова Иисуса, в его жизнь, в его учения. Человек должен быть святым. Должен быть сам причем. Ты должен понять, что такое грех, что такое нет. И понять, почему ты грешишь. Или это не грех, раз у тебя не получается. Ты сам это, что-то из этого, как я вам в прошлом ролике рассказывал. Возьмите на два столбика, поделите и определитесь. Где вы действительно признаете это грехом. И тогда непонятно, вы что, любите грех? В каком царстве небесном? Если вы вот это вот любите даже сейчас, вы и потом будете это любить. Что вы любите? Насилие, убийство, животных. Как Бог покроет вас своей благодатью? Вы убийцы, вы насильники. Вы лжецы, если вы там лжете всем на свете. Что Бог покроет, если это твоя природа? Как Он изменит насильно твою природу? Он не менял. Он Адама. Он человека создал по своему образу подобию. Человек свободен. Избирает добро и зло. Вот и все. Так что вот так вот. На этом у меня все. Всех обнял, поцеловал по-братски. Со всеми прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok